Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Exemplate. Мы продолжаем играть в мод Кейзердукс за Российскую Советскую Федеративную Соцреспублику, за Николая Кристинского, за большевиков, всё как обычно. И в прошлой серии мы как раз-таки и привели к власти Николая Кристинского и начали проводить различные чистки против оппозиции. Вот. Чистку правой оппозиции, зиновьевцев и прелиткультистов. Ну и закончим на том, что мы начали расширять ЧК. Вот. Ну и немножко я тут переделал. Финляндию всё-таки сделал перед новой марионеткой. Всё-таки вот там вот другой человек пришёл из Красной Армии, из Красной Гвардии Финской. Вот. Пунакарти. Партия у них называется. Всё-таки просто нелогично, что Финляндию возглавляла Карельская Республика. Это было очень забавно. Карелию мы всё-таки интегрировали в свой состав. Финляндия просто будет вот такой вот марионеткой. Если вы там под прошлой серией написали, что Финляндию всё-таки включить... Хотя нет, зачем Финляндию включать состав? Даже если вы написали, я такое всё-таки делать не буду, хоть я и сам предложил, потому что мы не сможем всё равно национализировать эти территории, и поэтому смысл просто брать в состав под оккупацию. Лучше пускай будет тут такая вот марионетка. Вот. Так, мне кажется, будет намного лучше. Формирование пионеров. Всесоюзная пионерская организация Владимира Ленина была основана недавно, после того, как длительный конфликт между комсомолом и скаутским движением был решен в пользу скаутского движения, который хотел создать независимую организацию, которым каком-то комсомол хотел сохранить их в составе организации, которая помогала вдова Ленина. Надежда Крупская, поддержавшая дело скаутского движения против комсомола. Намерение молодых пионеров состоит в том, чтобы ещё больше интегрировать молодёжь в государственный аппарат, дав присягу твёрдо стоять за дело нашей коммунистической партии. Хотя мы ещё не можем интегрировать большинство молодёжи в пионерскую организацию, мы уже смогли сделать так, чтобы каждый пятый ребёнок стал членом пионерской организации. Распорядок юных пионеров состоит из множества походов и пения, гимнастики и спорта, а у пионеров также своя форма, белая рубашка и красный шарф, знамёна, флаги и песни. Будь готов, всегда готов. Упразднение ЧК. Николай Кристинский предложил решение, которое заставило врасплох половину ЦК. Он предложил празднить ЧК, но чем больше он говорил об своём предложении, тем громче и громче хлопали делегаты. В конце выступления весь зал взорвался аплодисментами. Николай Кристинский предложил передать себе полномочия ВЧК напрямую НКВД, совместив таким образом борьбу с контрреволюцией, с правоохранительными органами. Теперь никакая мразь не посмеет кричать в сторону советской власти. Контроль над гражданами будет осуществляться везде и всегда, чтобы никто не ускользнул от ответственности. Поистине революционное достижение. Ну и мы создадим ещё и разведательное агентство. НКВД не только ещё будет местным такой внутренним наркоматом внутренних дел, так ещё и разведательное агентство ещё будет. При этом. Ну давайте образуем отдел, конечно. То, что уже есть всякий контрреволюционер, который дестабилизирует нашу страну, наши враги. Ну и давайте всё-таки первую пятилетку начнём. Налогообложение крестьянства и снятие прибавочной стоимости крестьян позволят создать производственные силы для перехода к социализму, что лучше всего сделать через центральное плановое агентство, состоящие планы, позволяющие быстро индустриализировать страну. Будет добавлен на идея госплан, что даст максимум фабрик в регионе плюс 10. Будет активировано задание. Первый пятилетний план. Удар по синдикализму. Западные синдикалистские государства отвергли марксизм, которому наша партия всегда была верна. Мы не должны допустить, чтобы это движение набрало силу в нашей стране. Синдикализм менее популярности минус 15%. Будет добавлен на идея социализма в одной стране, что даст ежедневную поддержку синдикализма. Будет уменьшаться и принятие синдикализма минус 150%. Это очень хорошо. Синдикалисты, потому что у нас есть ПЛСР. Марис Придон. Только забавно. Мы как бы и хотели арестовать, но не арестовали. Ну, может быть, ещё успеем арестовать. Ну и да, нам дали первый пятилетний план, решение. Впрочем, фабрик больше 200 надо построить. Ну и, естественно, фокус экономический этот выполнить. Будем потихоньку выполнять фабрики. Как раз таки мы строим. Сколько у нас фабрик мне вот интересно сейчас? 95. Ну, уже соточка практически. Так, ну давайте производство. Всё-таки винтовок у нас уже достаточно. Столько винтовок нам уже не надо. Но всё остальное пускай производится пока что. Так, космизм набирает популярность, но прочитайте на паузе, кому это будет интересно. Создание госплана. Для достижения наших экономических целей государство должно будет создать комитет по планированию, привлекая самых ярких умов России. Госплан значительно улучшит нашу экономику. Будет изменена идея госплана на скорость строительства плюс 10. Неплохо. Транссибирский кризис. Ужасная новость. На Матгойском участке Транссибирской магистрали бандиты расстреляли поезд гражданами России. Наш народ потрясён этим актом варварства и требует отправиться неимедленной реакции. Это может стать для... А, ладно, читать не имеет смысла, потому что тут никакой не унгер, но радикальный социалист здесь. Так, ну давай подведём войска сначала и попробуем всё-таки... Нет, извинений недостаточно. Мы всё-таки достаточно потребуем наше управление на Транссибирской магистрали. Сколько дней? Ну, уже улучшить отношения, наверное, мы не успеем нормально. Они и так у нас плохие, поэтому, ладно, не будем пытаться даже. Ну и Монголия, конечно, отказывает. Ну, значит, это война. Всё, нам пофиг, это война. Начнём наступление тут. Что поделать? Если они так не хотят нормально себя вести, то мы будем... Так, морской, кстати, бомбардировщик-то нафиг тут не нужен. Часть самолётов мы отведём. Тут даже можно ещё вот этот... Убрать отсюда подальше. Потому что, значит, проблемы у нас тут будут. Всё. Пока будем вот так вот наступать, значит. Так, ну и дальше давайте возьмём долой деревню. Чтобы провести коллективизацию... Хотя нет, пока-то он всё-таки в восстании. Давайте всё-таки опыт Екатеринбурга возьмём. В прошлые дни 1917 года Екатеринбург был одним из первых городов, получивших народную поддержку большевиков. За несколько месяцев под руководством Кристинского Екатеринбургский комитет приобрёл много сторонников на Урале, показав, насколько эффективна большевистская система. Мы должны использовать этот опыт, но теперь уже в широком масштабе. Будет заменная идея социализма в одной стране, но стабильность, на лимит капитуляции, поддержку войны, принятие синдекализма, конечно, будет плюс 50, что забавно. Но да ладно. Так, о, кстати, можем частичную мобилизацию взять. Вот это вот хорошо будет сейчас для экономики нам. Побыстрее будет всё строиться. Это вот война стимулирует экономику нам здесь. Как бы забавно это не звучало. Ну, тут, я думаю, мы разнесём вот этих вот монголов. Так, главное идти тут, попробовать... Попробовать даже окружить как-то. Где-нибудь. Не знаю, получится у нас это или нет, но попробовать стоит. Давай, тут везде моторизацию поставим. И посмотрим, насколько у нас это получится. Ну, одну дивизию окружили. Блин, а дальше у нас проблемы уже начинаются. Дальше уже проблемы начались. Так, кавалерия. Мне ещё нужна кавалерия, чтобы она тут быстро делала нам дела. И окружала. Попробуем двумя кавалерийскими дивизиями сейчас сделать окружение. Чтобы было бы очень кстати. Так, ну мы смогли окружить тут Улалу и... Четыре дивизии в котел взяли. Это довольно-таки неплохо. Так, ну тут ещё надо улучшать, конечно же, пассивную оборону. Дальше. Так, по текущему предложению будет проведено. Создание консессионного военно-морского флота. А, ну это нас вообще не интересует. Давай винтовку Токарева возьмём. Так, ну и смотрим, получится ли ещё котёл сделать. Я бы очень надеялся на это. Так, пока они тут особо ничего не мешают, блин. Мешают. Теперь начали мешать. Нашему котлу. Нашему гениальному плану. Ну ладно, не получится, так не получится. Мы хотя бы попытались что-то сделать. Ладно. Тяжеловато пока идёт тут наступ. Ну что поделать. Ладно, давайте дальше. Возьмём Гоэлро. Электрификация, часть коммунизма. Ленин дошёл до того, что заявил, что коммунизм — это советское правительство, плюс электрификация всей страны. Для выполнения этого плана мы поручили государственной комиссии по электрификации России электрифицировать всю страну. Давайте это сделаем. Это очень хорошая вещь. Это надо сделать. Ну и давайте тут танки. Тоже будем улучшать потихоньку. А, Великая Чистка. Слушай, так вот, у нас тут появилась Великая Чистка. Чикисты теперь полностью контролируют контрреволюционные деятельности страны. Пора начать Великую Чистку, избавиться от всех врагов и предателей. Скорнить антисоветские элементы, кем бы они ни были. Члены партии, позиции рариста или даже высший военный генерал. Чика — это новая правосудия. Генрих и Кода стремятся сделать из него новое чистилище. Угу. Ну, тут, я так понял, Николай Кристинский в чём-то похож на Сталина. Не во всём, но похож. Можно сделать параллели, потому что он должен строить социализм в отдельно взятой стране. Будет коллективизацию проводить массовую. Штрафные батальоны тут. А, то есть, варбазы безработицы мы не возьмём. Ну, в общем, интересно. Председатель Года. Ага, то есть, дальше будет председатель Каганович. Пусть Кристинского Кагановича, походу, придёт. Вот. Или бы Года. Ну, конечно, мы будем выбирать всё-таки Каганович. Наверное. Хотя, не знаю, может быть и нет. Не знаю. Посмотрим, как будет. Давайте дело позиционных партий пока прожмём. На 275 дней. Давай. Возьмём пока это. Так, я понял. Здесь мы лучше остановим наступление. Сначала уничтожим в котлету дивизии. А потом посмотрим, что сделаем ещё. Ну, слушай, можно отправить ещё одну армию. На всякий случай. Потому что я вижу, что мы тут не совсем справляемся. Сколько у нас моторизации? Грузовиков 2000. Мы можем даже улучшить. Мы можем даже улучшить моторизацию здесь. Даже ещё, наверное. Да, мы можем ещё грузовики здесь поставить. Чтобы улучшить положение наше здесь. Потому что видно, проблема есть. Но тут пока приостановим наступление. Расследование начинается. Специально комиссия, созданная при ВЧК, будет расследоваться отдельный случай противодействия нашей партии. В поле зрения попадут как активные соцпартии, такие как эсэры Бухаренца, так и буржуазно-демократические партии, которые всё ещё имеют влияние в нашей стране. Это начнётся, справедлив суд над предателями Родины. Скоро мы избавимся от всех предателей. Давайте попробуем. Отлично, котёл мы ликвидировали. Социализм в отдельно взятой стране. Многие полагают, что должна случиться мировая революция. Но, увы, они как всегда ошибаются. Если мы сможем построить такое великое государство в рамках одной страны, все остальные откажутся от своей реакционной политики и станут такими же, как и мы. Больше никакого экспорта революции. В общем, всё. Будет замена идея социализма в одной взятой стране. Защита от смены идеологии плюс 50. Принятие тотализма минус 100 и принятие радикально-социализма минус 100. Что? Почему тотализм-то будет не приниматься? Странно. Дальше давайте от дебафов избавимся, а то хаотическая революция у нас до сих пор. Нам нужно будет организовать революционную войну, поскольку для этого она была чистой катастрофой генералитета. Мы установим большую часть бюрократии государственного аппарата, которые были разрушены в результате провала Первой гражданской войны. Но и в целом, авиация тут при расходстве в воздухе у нас, можно в целом начать наступление. На Монголию почему бы и нет. Тут хабы надо забирать. Конечно же. Истинный марксизм-ленинизм. Сегодня председатель коммунистической партии товарищ Кристинский обратился с трибуны к советскому народу. Товарищи, наша революция продолжается. Искнав немецких и японских агентов, саботажников и диверсантов из рядов коммунистической партии, большевики готовы приступить к строительству подлинного социализма в соответствии с заветами Маркса, Энгюса и Ленина. Марксизм-ленинизм – единственная реальная идеология социализма. Именно марксизм и ленинизм усуждено стать доминирующей идеологией в России, а затем во всем мире. Только она способна провести пролетарский народ к полному истинному счастью. Ни мелкобуржуазная идеология социалистов, революционеров или меньшевиков, ни ревизионизм Бухарина и западных синдикалистов, ни тем не более идеология буржуазного Савенкова. Да здравствует великая пролетарская большевистская партия Ленина Кристинского. Только это принесет нам небывалые победы, смерть ревизионистам и капиталистам. Важно помнить об этом, товарищи. Сколько существует интерпретаций марксизма? Да до хрена. Каждый, кто приходит к власти, строит свой марксизм. Так, ну тут усовершенствованные станки берем, ну и продолжаем наступать. Суд над левыми эсерами. Лидеры подпольного движения Мария Спиридонова, Исаак Штейнберг и Борис Комков были арестованы по делу антисоветской контрреволюционной левоэсеровской организации. Следствие установило, что антибольшевистские и антисоветские действия осуществлялись лидерами левых эсеров после восстания 1918 года. С походом к власти большевики активность усилилась и проработала террористическую направленность. Левая ПСР пыталась подорвать стабильность государства и дискредитировать большевиков в глазах общественности, а также спровоцировать массовые крестьянские бунты. Все лидеры левой и социалистической оппозиции были арестованы, и все признали, что они планировали вооруженное сопротивление и совершение советской власти. Суд постановил приговорить Стейнберга и Комкова к смертной казни. Суд признал Спиридонова психически неравновешенной, но в выздоровлении она будет находиться в пихиатрической больнице. Позже ее тоже расстреляют. Враги и лидеры местного штаба левой социалистической группы также были арестованы и приговорены к терепному заключению от 10 до 25 лет. Из правительной колонии рядовым членам партии предлагалось либо вступить в партию большевиков и отказаться от левой социалистической идеологии, и предстать перед Судом как изменником Родины. Они этого заслужили. Почти 13 тысяч в этой чистке пострадают, но зато просто база стабильности плюс 7, это то есть изменение популярности 7%. Да, по ЛСР только 5% осталось. Вот так вот. Ну и продолжаем наступление в Монголии. Тяжело, конечно, это у нас будет идти. Хотя, видишь, где-то и нормально. Где-то и получается хабы брать. Естественно, сразу будем их забирать и ставить приоритет моторизации. Так, здесь, значит, можно пойти вот таким вот образом и окружить вот эту одну дивизию. Ну и забрать ЖД, конечно. Естественно, ЖД в первую очередь надо забирать. Так, Германская империя на Белорусскую республику нападает. Интересно, кто там. А, социалибералы. Забавно, что им не понравилось. Так, что у нас сейчас по нехватке? Давайте все-таки артиллерию будем больше делать, потому что она нам пригодится. Пригодится. Так, Красная Армия, либо Механизация. Механизацию нам надо по литку. Пока не можем взять это. Давай долой деревню возьмем, потому что 900 дней там будут всякие неприятные дебафы. Чтобы провести коллективизацию в хозяйствах, мы должны уничтожить деревню. Любой, кто выступает против этого, будет рассматриваться как пособник подрыва процесса коллективизации предателям нашего дела. Ну, нормально. Ничего, сейчас мы потихоньку тут победим. монголов этих чертовых. Скорее бы это сделать, конечно. Но будем пытаться двигаться, захватывать ланбатор. Хотя нет, ланбатор лучше по ЖДшке вот так вот брать и захватывать. Вот. Так будет быстрее. Блин, неправильно. Неправильно двигаешься. Так вот по ЖДшке А что другого варианта у нас просто-напросто нет. Все, вот так вот будем действовать. И какая-то дивизия точно придет к успеху. Поэтому норм. Антисоветская вероломная Клика Бухарина. По делу антисоветской подпольно-террористической преступной группировки Клика Бухарина Народная соцпартия были задержаны лидеры и координаторы движения Николай Бухарин, Александр Шляпников, Александр Калантай, Алексей Рыков. Все четверо вскоре признали свою вину и раскаялись за намеренным предательством партии большевиков. Бухарин намолял суд смилостивиться и учесть его партийного подбольшевика. Он также отметил, что всегда был предан делам Ленина и что, создав блок нового большевики, он надеялся, что большевизм будет жить дальше. Он боролся за власть ради Ленина и большевиков. И только Керенске помешало ему прийти к власти. Однако это не отменяет того факта, что Бухарин был злостным ревизионистом, который отошел от дей марксизма и пытался убедить крестьян в правильности капиталистических отношений, способности и способствовать неравенству в обществе. Суд признал Бухарина, Шляпникова и Рыкова виновными в предательстве Родины, предательстве партии антисоветской террористической деятельности, способничестве буржуазии и крупному капиталу, а также сотрудничестве с левой группой СССР. Все трое были приговорены к смертной казни. Еще раз повешен. Суд признал заслуги Крон-Тай в области гендерного равенства прорыва на лосердия. Она сидит 25 лет в трудовом лагере. Остальные члены Народно-Социалистической партии были арестованы, а их личное имущество конфисковано. Все члены партии, ранее входившие в партию большевиков, были приговорены к пожизненному заключению. Тем, кто не состоял ни в какой партии до НСП, был предоставлен выбор вступить в партию большевиков или приговор к тюремному заключению на срок от 10 до 25 лет за участие в террористической организации. Они предали нас еще в 1920-е годы. В общем, уже 18 тысяч человек погибнут в этой чистке, в результате этой чистки. Так, ну и продолжаем наше наступление. Пока мы ничего не можем взять. Вроде этот успех даже где-то приносит. Я думаю, мы справимся. И сможем победить Монголию. Все-таки двигаемся неплохо. Сколько потерь, мне интересно. 40К мы потеряли, а не 104К. Кстати, там уже изменился, там кто-то другой пришел. Тоже тоталист. Ха! Забавно, но тоталисты против тоталистов. Что ж, бывает и такое. Так, здесь что мы дальше? Ну, качаем, естественно. Роты различные. И берем фокус. Следующий. Ну, давай механизацию брать. Промышленная революция принесла с собой значительный рост производительности, поскольку фабрики и сельскохозяйственные угодья начали широко использовать машины. Однако здесь, в России, большая часть пруда выполняется вручную, чтобы конкурировать с капиталистами, которые противостоят нам на каждом шагу, мы должны принять эти изменения и, соответственно, интернизировать нашу экономику. Суд над социалистами и революционерами. В случае с антисоветской буржуазной демократической партией СРФ, лидеры оппозиционной группы, в том числе лидер партии Чернов, были арестованы. Они обвиняются в контрреволюционной деятельности, в защите мещанских интересов, как во время гражданской войны, так и после нее, а также после убийства Ленина. Наконец, вставленники Чернова вместе со своими предателями социализма будут преданы истинному правосудию, ведь убийцы Ленина не могут спать спокойно и портить жизнь крестьянам и рабочим. Под видом социалистической партии мелкобуржуазные СССР планировали продолжение капиталистической эксплуатации. Суд проговорил Чернова, Аксентьева и других видных деятелей лидеров СССР к смертной казни через повешенную. Их партия будет распущена. Дети СССР будет признана террористической и запрещена на территории Совета. Они все наши враги. Вот так вот. 21 тысяча человек будет уничтожено. Жесть, конечно. Так. Вот большевики типичные. Вот уже там второй велик начинается. Но мы пока к нему. Мы в 41-м году будем вступать. Так. Ну идет битва за Улан-Батор. Мы должны его сейчас взять. Уже 82% атаки. Мы, я думаю, сможем это сделать. Давай. Все. Падение Улан-Батора 3-го августа 1939-го года. 66% они готов к капитуляции. 114 тысяч они потеряли. Мы 56 тысяч. Следующая столица пока непонятно где. Так. и механизацию сельского хозяйства мы взяли. Но потихоньку тут будем делать ее. Дальше по фокусам. Что тут? Какие еще у нас дебафы остались? Последствия гражданской войны. Ну они 2 февраля 40-го года. Ну откуда с такими дебафами идти в Вельдкриг? Конечно мы не готовы. Так. Ну ладно. Нормально. Все. Никаких таких жестких дебафов которых именно сейчас надо избавляться больше нет. Ну давайте политику урбанизации продолжим. Продвижение урбанизации. Урбанизация это будущее нашего общества поэтому мы будем продвигать городские районы которые строим и обеспечивать бесплатную раздачу этой жилплощади. Ничего сейчас Монголию мы победим нормально. Сейчас тут будет огромный котел и нормально будет. Так. Отлично. Следующая столица в Шилинхоту как раз таки. Все. Нормально. Сейчас котел будет адский. Прям мощный котел сейчас будет. А. Или не будет. Или не будет. Сейчас посмотрим. Ну нет. Наверное все таки не получится его сделать. А может и получится. Не. А котел получился. Получился даже неплохой. Даже два котла. Прекрасно. Просто великолепно. Сейчас мы их изничтожим. 72 тысячи мы потеряли. Они 162 тысячи. Монтанто там еще вступает. О. Даже три котла получилось. Ну один мы ликвидировали уже. 174 тысячи. 99 процентов. Капитуляции нет. 100. Ну ладно. Полностью их мы изничтожить не успели. Ну взяли в плен. Так скажем. Все. Замечательно. С Монголией мы наконец-то справились. Хотя бы с Монголией. Это очень хорошо. так. и теперь надо потихоньку готовиться к войне с Трансамуром. Первая война которая у нас будет. Но тут надо сначала все построить. Строить хабы здесь. Ну вот желательно вот так вот еще сделать. таким вот образом. Чтоб тут у нас снабжение было. С вами. Таким вот образом. Поэтому сначала надо построить это все. Конечно. Ну и восстановим инфраструктуру Монголии. Это тоже важно сделать сейчас. Ну тут пока не будем. Может это Китай отойдет. Не знаю кому. Ну посмотрим. Посмотрим. Блин придется взять демобилизацию экономики все-таки. На гражданскую опять. Плохо. Судьба Монголии. Создадим лояльную Монголию естественно. Нормальную сделаем. Такие строительства все равно останется. Нету этих блин хабов нету. Ладно. вот так вот построим. Ну и тот же мужик стал предводителем. Ему повезло, что он переворот совершил, поэтому мы его помиловали. Члены реставрации Государственной Думы. В случае группы восстановления Государственной Думы задержаны лица, подозреваемые в организации террора и подготовке к свержению советской власти. По информации контрразведки лидеры группы Миляков, Маклаков, Набоков, Шульгин и Трубецкой бежали за границу, чтобы избежать справедливого судебного разбирательства. Обезглавленная группа не смогла продолжить свою работу и одновременно добровольно сдалась властям, раскаявшись в содеянном и признал советскую власть единственной законной власти в стране. В связи с признанием и раскаянием виновные члены группы были помиланы, а их беглые лидеры были заочно приговорены к смертной казни. Советская Россия направила запрос в страны, принявшие этих беглецов, с требованием экстрадировать виновных граждан, чтобы их можно было судить народ. Но, естественно, никто их не абстрагирует, потому что они же в советских государствах сидят все-таки. Вот. Виновные всегда отрицают обвинения. Минус 3000 у нас. Ну, эти монгольские земли я пока не понимаю, что это. Ну, давайте тут, естественно, пятилетний план будем строить, развивать промышленность, содействие индустриализации. Мы не существуем в вакууме. Чтобы преобразовать нашу экономику в социалистическом, мы должны участвовать в мировом рынке на определенном уровне, чтобы получить объем капитала, необходимый для приобретения оборудования и знаний. Лучший способ достичь этого создать серых государственных трестов, которые могут финансировать это предприятие, позволяя нашей внутренней экономике оставаться отдельно от международного капитализма. Скоро строительства военных заводов плюс 5, Скоро строительства фабрик плюс 5. Будет активировано задание начать развитие промышленности в Новгороде, Ярославле и в Горком. Сколько там по времени у нас? Скоро будем уже заканчивать. Недовольство коллективизации. К нашему удивлению, многие крестьяне были недовольны коллективизацией. Они были недовольны социализацией земли, тем благом, который им принес социализм. Они восстают, требуют вернуть свой урожай, свой скот и, что хуже всего, свою собственность. В этом месяце уже подавлено около 300 крестьянских бунтов, а в некоторых регионах... А, нет, 3000 крестьянских бунтов, а в некоторых регионах разразился страшный голод. Крестьяне бегут в города и становятся рабочими, потому что думают, что жизнь рабочего намного лучше. Они правы только в одном, это государство для рабочих, построенное рабочими. Пока они бунтуют, мы добились результатов, о которых Керенске мог только мечтать. Мы должны нести это бремя коллективизации до скончания веков, потому что вся власть исходит от людей, а мы их представители, а не подчиняться. Ну, сомнительно, но окей. Истинный большевизм. Многие в партии думают, что идут по пути Ленина, но это не так. Они так сильно ошибаются, что с таким же успехом могут оказаться в постели с кайзером или американским президентом. Мы будем теми, кто принесет в будущее виденье Ленина и увидим, что он не умрет во второй раз. Будем, на идее социализма в одной стране, на идее истинный большевизм. Вот. Вот так вот. Ну, на этом мы тогда с вами закончим эту серию. Она такая, получается, уже не будем ее затягивать. Все-таки в следующей серии уже объединим Россию тут с белыми на Дальнем Востоке покончим. Вот. Ну и, конечно же, продолжим нашу индустриализацию продолжим всякие реформы тут Кристинского. Остается нам создать политбюро и штрафные батальоны. Вот. Это единственное, что в веточке Кристинского нам надо взять. Ну вот. Ну и потом уже продолжим, естественно, нашу индустриализацию и уже начнем восстановление Красной Армии. Тоже, естественно, будем это брать. Как же без этого? Ну а на этом тогда все. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, комментируйте, пишите комментарии от четырех слов. Это помогает в продвижении видео. Также подписывайтесь на Телеграм-канал, на Дискорд-сервер по ссылкам в описании. И кто хочет поддержать мой канал, можете сделать это по ссылке в описании. Ну а так знайте, что самое интересное еще впереди и интересное еще будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok